Традиция проведения 31 декабря предновогодней лыжной гонки родилась в Одинцовском районе в 1969 году. 50 лет назад никто даже не подозревал, что инициатива Николая Манжосова и его друзей со временем станет одним из самых узнаваемых спортивных событий Подмосковья, визитной карточкой всего зимнего спортивного сезона области. Такой сегодня замечательный день, погода не то, что в прошлом году, когда был дождь, снег есть, лыжня прекрасная, у всех позитивное настроение, заряд бодрости, мне кажется, все удалось. Плюс еще народные гуляния, плюс наша зима в Подмосковье, которая набирает обороты, отличная ярмарка, отличные украшения, музыка везде, счастье, радость. Знаете, я думаю, что вообще замечательная погода, потому что у нас достаточно снега, достаточно много и температура не низкая, но хочу сказать, через несколько дней будет даже чуть ниже и даже будет чуть лучше, потому что будет суше. Я надеюсь, все вот эти праздничные выходные, которые у нас будут до 9 числа, люди наконец-то выйдут на свежий воздух и займутся своим замечательным здоровьем. Самых юных участников 50-й Манжосовской гонки, которые, кажется, стоять на лыжах научились едва ли не раньше, чем ходить, отправили на лыжню губернатор Московской области Андрей Воробьев и дочь дяди Коли Манжосова Татьяна. Вместе с главой района губернатор прошел по новогодним ярмарочным рядам, оценил огромный самовар и поделился с журналистами своими впечатлениями от того, как Одинцовский район вписался в региональный проект «Зима в Подмосковье». Большие традиции спортивные в Московской области. Всегда люди хотят выехать на природу, отдохнуть со своей семьей, со своими близкими. И наша задача максимально создавать условия, максимально открывать новые места. У нас большая программа по рекреации в лесах, когда мы освещаем, делаем лыжню, ухаживаем за ней. И это, конечно, позволяет большему количеству людей провести выходные в такой комфортной обстановке. Конечно, Манжосовская гонка является спортивным мероприятием даже не областного, а федерального уровня. И именно она открывает череду других крупных зимних стартов региона. Мы ожидаем и лыжню Россию, завершится зимний сезон, лыжный сезон, Кубком Легкова, который пройдет в Пересвете. И, конечно, Одинцовов всегда традиционно принимает большое количество зимних мероприятий, залито большое количество коробок, работает центральный каток. У нас в Московской области свыше тысячи мест, куда можно приехать, покататься, поиграть в хоккей на русская классика на свежем воздухе. Для жителей Московской области и для Москвы мы создали максимальные условия для того, чтобы Московская область стала точкой протяжения всех, кто любит спорт. Всего на старт 31 декабря, по официальным данным, вышло около полутора тысяч человек. Хотя на самом деле лыжников в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в этот день побывало гораздо больше. Если верить пословице «как Новый год встретишь, так его и проведешь», нынешняя зима в нашем районе будет насыщена спортивными событиями. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.